Кыргызстан может оказаться в топе наиболее популярных туристических направлений вдоль Великого Шелкового Пути. Сейчас здесь разрабатывают новые маршруты и мероприятия, с которыми путешественники раньше нигде и никогда не встречались. Включение Кыргызстана в международный проект China Friendly и возможность введения безвизового режима для граждан Китая открывает для страны новые возможности. Подробности материаля нашего собственного корреспондента из Бишкека. В турпаке для китайских гостей включены несколько локаций. Столица страны – город Бишкек, жемчужина Кыргызстана, озеро Иссык-Куль, башня Бурана и руины древнего городища Суяб. Во времена раннего средневековья через Суяб купцы попадали на берега озера Иссык-Куль и далее следовали в Китае. Один из гидов Ци Фэнхуа рассказывает, в первый тур в Кыргызстан собрать людей было легко. Китайские туристы традиционно проявляют интерес к странам, расположенному вдоль Великого Шёлкового пути. В этот раз туристы даже жалели, что приехали на такой короткий срок – всего на три дня. «Нашей группе туристов было очень интересно увидеть исторические места, побывать в древних городах. Им понравились красивейшие пейзажи Кыргызстана. Один день мы осматривали столицу, потом поехали на озеро Иссык-Куль. Честно говоря, это непередаваемое ощущение. Рассказать, как тут красиво, просто невозможно. Нужно только побывать, чтобы понять. Мы ещё раз приедем на это чудесное озеро уже в пляжный сезон и искупаемся». Национальная кухня кыргызов пришлась туристам по вкусу. Заинтересовало их и то, как местные жители используют некоторые продукты для лечения. В частности, кумыс – кисломолочный напиток из конского молока. Количество сувениров, которые гости увезут на родину, тоже впечатляет. «Три причины посетить Кыргызскую республику. Первая – это уникальная природа, пошаговая доступность реки, озёра, горы. Вторая – это кочевая культура, сохранившаяся по сей день на шёлковой пути. И третья – это прекрасные условия ведения бизнеса и возможности вести бизнес в туризме». «Китай – это наш большой сосед, и туристы из Китая для нас являются приоритетными. Ежегодно более 100 миллионов туристов путешествуют по разным странам. Не являясь их соседями, мы не можем упускать возможности привлечь хотя бы часть из них». Сейчас в Кыргызстане изучают опыт соседей Узбекистана и Казахстана, в которых действует безвизовый режим на 10 и 14 дней. В случае, если удастся пойти этим же путём, количество китайских туристов, которые захотят посетить Кыргызстан, резко увеличится. Для гостей разрабатывают новые форматы мероприятий, с которыми они раньше не встречались ни в одной из других стран. «Мы можем привлечь наших китайских туристов, коллег, привлекая на наши всемирные игры кочевников. Мы сейчас планируем организовать в регионах малые игры кочевников, поэтому эти продукты, я думаю, будут очень интересны китайской аудитории». Сейчас в стране создают все условия, чтобы китайские туристы, прибывшие в Кыргызстан, могли комфортно отдыхать, посещать достопримечательности, делать покупки и, главное, чувствовать себя уютно и в безопасности, как дома. Для этого планируется реализовать проект по прототипу China Friendly. Кыргызстан обладает огромным потенциалом туристических ресурсов. И включение страны в перечень рекомендованных правительством Китая стран для посещения по проекту China Friendly раскрывает огромный потенциал для развития отношений в туристической отрасли, считают эксперты.